Сразу после того, как ты сказал, что вы наказываете тех российских генералов, которые совершали преступления в Чечне, сразу почему ты не сказал, что в это же самое время ты вместе с главным преступником Шамановым, одним из главных, наравне с Путиным, что ты вместе с ним являешься членом одной партии. Почему ты об этом не сказал им? Что вы с ним коллеги, вы с ним являетесь членами одной правящей в России партии, партии Единая Россия. Почему ты не сказал, что... Ты сказал этим ребятам, что вы, значит, наказываете всех тех генералов российских, которые, мол, у нас совершали преступления, мучили наш народ. Вот, да что ты говоришь? Серьезно? А генерал Шаманов, он не преступник? Ты же сам очень часто высказываешься негативно о Шаманове. Ты же сам признаешь, что он преступник, ничем не меньше Буданова. Кстати говоря, Буданов вообще был в его подчинении, когда совершил свое мерзкое преступление. И Шаманов, это человек, который превзошел, наверное, всех остальных российских генералов в своей преступной деятельности в Чечне. Это человек, на котором лежит ответственность за очень много неминных смертей. Почему ты не рассказал этим иорданским чеченцам? Сразу после того, как ты сказал, что вы наказываете тех российских генералов, которые совершали преступления в Чечне, сразу почему ты не сказал, что в это же самое время ты вместе с главным преступником Шамановым, одним из главных, наравне с Путиным, что ты вместе с ним являешься членом одной партии. Почему ты об этом не сказал им? Что вы с ним коллеги. Вы с ним являетесь членами одной правящей в России партии. Партии Единая Россия. Почему ты не сказал, что твой депутат Государственной Думы, Адам Делимханов, который тоже там присутствовал на этой встрече, стоял там строго вот так вот, нахмурившись, смотрел на всех. Почему ты не сказал, что он вместе с Шамановым в одном вот этом вот зале заседания в Государственной Думе, сидит и принимает законы, голосует с ним в унисон? Почему ты об этом не сказал? Почему твой доблестный депутат, который, как ты говоришь, если он вместе с тобой на твоем пути Ахмата Кадырова, и вы наказываете тех генералов, которые у нас совершали преступления, почему твой депутат Делимханов не накажет Шаманова? Ведь он находится в непосредственном доступе к нему. Почему он это не сделает? Мы знаем, что твой депутат Делимханов уже устраивал драки в Государственной Думе, у него там выпадал золотой пистолет. Что мешает наказать Шаманову прямо там? Почему он это не сделает? А, Кадыров, и почему ты об этом не рассказал этим ягоданским чеченцам? Ты удивляешься всех, кто проклинает сахабов, это ты говоришь о шиитах, да? Ты рассказываешь им, говоришь, что вот есть, мол, такие люди, которые проклинают сподвижников Абу Бакра, Омара, да будет доволен Аллах ими всеми, проклинают мать правоверных Айшу, да будет Аллах ей доволен. Ты этому как бы удивляешься, что есть такие люди, говоришь, и они типа считают еще себя мусульманами, они называют себя мусульманами. Ты говоришь о шиитах, это шииты делают, шииты проклинают этих сахабов, проклинают мать правоверных, ненавидят их, таким образом типа приближаются к Всевышнему, ненавистью к этим людям. Ты говоришь об этом иорданским чеченцам, а почему ты им сразу же не пояснил, что ты в Сирии, вместе с ними, с теми, кто вот занимается вот этим всем, проклинает этих сахабов. Ты вместе с ними борешься с теми, кто этих сахабов любит, кто приближается к Аллаху любовью к этим людям. Почему ты им об этом не сказал? Почему ты не сказал, что ты отправляешь чеченские какие-то там батальоны в Сирию воевать на стороне Башара Асада, защищать там интересы Башара Асада? Почему ты не сказал, что твой муфтий ездит туда и встречается там с Башаром Асадом, с какими-то духовными оловицкими там, этими духовными лицами? Почему ты им об этом не рассказал? И сразу не объяснил бы вот это вот свое противоречие. Сразу объяснил бы, да, сказал бы, они проклинают, они не мусульмане, но в то же время здесь мы их любим, а тут мы их ненавидим. И объяснил бы, почему там вы их любите, а здесь вы их ненавидите. Почему ты им не объяснил? Почему ты им не объяснил, что главная шиитская страна сегодня, Иран, которая, как ты говоришь, оказывается не является, да, все они мусульманами. Ты говоришь, как они могут быть мусульманами, если они проклинают сахабов. Но с этой страной вместе, в Сирии, ты и твои люди в рядах российской армии, вы боретесь с теми мусульманами, которые хотят свергнуть этого Башара Асада, которые не хотят, чтобы он правил в их стране, которые не хотят вот этих вот, как ты говоришь, вот этих алавитов, которые проклинают сахабов. Они их не хотят. Они хотят их поменять, эту власть. Поставить туда ту власть, которая будет для них приемлема. Но ты там борешься с ними. Но почему-то иорданским чеченцам ты об этом не говоришь. Ты говоришь, что любой имам из тех, которые были на Кавказе, начиная от шейха Мансура, любой из них, ты говоришь, подписался бы под то, что сейчас в Чечне. Якобы каждый из них боролся за это, за то, что вы сегодня установили в Чечне. Это твой отец и ты. Ты говоришь, что наши имамы, шейх Мансур, Гази Мухаммад, любой другой, любой имам, который был на Кавказе и боролся с Российской империей, якобы он боролся за то, чтобы установить там вот тот режим, тот строй, который установлен там сейчас. Ты говоришь об этом иорданским чеченцам. Так вот, каждый из тех имамов, которые у нас были, начиная от шейха Мансура и заканчивая нашими последними современниками, все они боролись как раз-таки за то, чтобы на нашей земле были те устои, те законы, которые для нас приемлемы, которые мы сами установим, а не те, которые для нас установит Кремль. Ты говоришь иорданским чеченцам, что якобы у нас есть флаг, гимн и всякая там атрибутика. Нет у нас ничего из этого. У нас ничего из этого нет, потому что наш народ для себя этого не выбирал. И наши те самые имамы боролись за то, чтобы наш народ себе это все выбирал, чтобы наш народ ставил себе флаг, какой он захочет, государственный строй и все остальное, чтобы между нами вопросы решались так, как и положено среди мусульман. За это боролись эти имамы. А тот гимн, флаг и так далее, конституция и всякие вот эти вот фейковые государственные атрибуты, которые там сегодня есть, это не то, что избрал наш народ. Это то, что тебе сверху с Кремля прислали, то, что тебе сказали, вот это вот там сделай, то ты и сделал. Максимум, что ты мог в этой ситуации себе позволить, это сделать предложение. И это предложение твое должны были там одабривать. И вот наши имамы все боролись за то, чтобы не нужно было ни с кем там ничего одабривать. И любой из этих имамов мог до тебя за 100, за 200, за 300 лет сделать то, что сегодня там имеется в Чечне, вот этот строй установить, мог любой из них. Но никто на это не шел, потому что они не допускали для себя даже мысли войти в историю предателями, наместниками российскими. Они не допускали этого. А твой отец и ты, вы для себя это допустили. Поэтому эти иорданские чеченцы, я надеюсь, они этого понимают, я надеюсь, они знают, почему их предки вынуждены были покинуть наши земли, уехать в Иорданию. Явно не из-за того, что вот этот вот российский строй сегодня установить на нашей земле, из-за того, что они этого не могли сделать. Они это могли сделать давно. До тебя за много сотен лет такая практика работала по всему миру и работает по сегодняшний день. И если бы любой из них согласился бы на это, то это сразу все было бы принято российским руководством, как это было принято и в вашем случае. Субтитры создавал DimaTorzok